Пока мы с вами все еще наблюдаем за тем, как Нахида бьет рекорды, пора уже задуматься над тем, какие же персонажи ожидают нас в патче 3.3. Падам-падам-падам. Опа! Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкен Вейд. Если посмотреть вот на эту вот таблицу, то понятно, кто же теперь у нас рекордсмен по продажам. И это, конечно же, становится Нахида. Ну, действительно, Нахида продается просто сногсшибательно. Это новый Архонт, это новая игровая механика, это новый персонаж, которого ожидали очень-очень давно. Ну, мы с вами уже можем сказать, живем в следующем дне. Нам показали Скоромучу, и поэтому сразу же можем сделать предположение, какие герои и какие рераны, само собой, будут ожидать нас в грядущем обновлении 3.3. Для начала, конечно же, многие из нас ожидают Ху Тау, потому что ее не было аж целых 9 обновлений. Код с лишним эта прекраснейшая девочка не появлялась у нас в баннерах, и это делает Аркадия очень-очень грустным. Дело в том, что Ху Тау действительно очень мощная девочка, которая может закрывать абсолютно весь контент, и если вы даже ей выбиваете дополнительно Хому, то контент вообще просто проспидранивается. Да, конечно, она требует под себя неплохой отряд, собранный непосредственно под нее, там, Синсу, Елань, либо же собранную Деда, Альбеда, либо же других персонажей, но в любом случае, действительно, Ху Тау это одна из самых масхевных персонажей для любого игрока в Геншин Импакт. Ее не было очень давно, поэтому это прям первая претендентка на грядущий Ирран. А далее у нас идет Эола. Эолы тоже не было целых 8 патчей, от этого тоже становится очень грустно, но не так грустно, как по ситуации с Ху Тау. Дело в том, что Эола представляет собой физик прокастера, она выдает самые большие цифры урона, если смотреть моментальный урон, но при этом она является все-таки представителем физ урона, а это накладывает достаточно большие ограничения. Сейчас у нас мета идет через реакции, все еще. Ну да, если вы любите наносить мощный урон при помощи ультимейта, то, конечно же, Эола это ваш определенный выбор. Далее 7 патчей нас игнорирует Шаньхэ. Шаньхэ прекраснейший крио-саппорт, которая просто является масхевной девочкой под Аяку, если вы ее, конечно же, себе выбили. Ее основная функция это баф ваших крио-атак, либо же крио-способностей на достаточно большое число, но, конечно же, если ее выбивать С6, но, конечно же, если выбирать ее С6, комбинировать вместе с чугуном, то там можно из нее сделать еще и керри неплохого. Но в любом случае Шаньхэ является саппортом, более-менее узким саппортом под крио-персонажей. 7 патчей без Шаньхэ. Записали? Записали. Ну, а дальше идут такие три персонажа, которые, в принципе, были достаточно недавно, но все-таки были давно. Это у нас Райден, 6 патчей, Аяка, 5 патчей, и вместе с ней братец Аята. А если что говорить про Райден, то, да, Райден, конечно же, было бы интересно засунуть в ближайшие события. Тем более, это поможет разработчикам еще одну волну продаж поднять. Хотя, следующие продажи Райден уже, не думаю, то, что будут такие сильные. На фоне Нахиды сейчас игроки потратились уже очень сильно. Ну, Аяка и Аята. Аяку уже выкрутили абсолютно все, кто хотели. Если, конечно, ребята уже пришли после ее вечного баннера, то, конечно, там есть возможность желающий ее покрасить. Ну, Аяка тоже достаточно специфичный молодой человек. Не думаю, то, что он возымеет какое-то большое желание. Ну, а дальше там уже идет Елань, 4 патча, Ита, 4 патча, Сяо, 4 патча, Кли, Казах, Дед. Ну, там, в принципе, уже особо сильно ожидать тех персонажей не стоит, потому что они с большой вероятностью точно в ближайшее время не появятся. Итак, что мы имеем? У нас имеется Хутао, Эола, Шаньхэ. Это именно под первую вероятность. И дальше Райден, Аяка, Аята. Стоит, конечно же, напомнить о том, что разработчики, конечно же, могут поступить абсолютно как угодно. Вспоминаем Рераны Тартальи, которого теперь уже не было достаточно давно, но, слава богу, ему Реран засунули. Поэтому чаще всего в баннеры засовывают тех или иных персонажей, которые хоть как-то относятся к текущему сюжету. Что будет происходить в грядущем будущем, пока что неизвестно, тем более патч 3.3 должен быть очень обширным, потому что в этом патче 3.2 у нас не было добавлено локации никакой, а вот в 3.3 должно быть какое-то глобальное движение сюжета дальше на новую локацию. Будем ожидать официальной информации от разработчиков. Мы все, конечно же, это очень сильно любим. Если у тебя есть вдруг желание попытаться угадать, кто же у нас будет следующий персонаж, то можешь написать про это в комментариях и потом при анонсе реранов обязательно прийти и сказать «А вот я же говорил, что будут именно эти персонажи». Лично я жду Ху Тао, чтобы выбить ей С1, либо же, возможно, Райден, чтобы выбить ей сигну, либо же покрутить ей консты. Вот это мои личные желания. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok